Всем привет! Это Асатур. Сегодня я снимаю Point of View Test Drive 5 серии. 530-й бензин, полный привод, M-Sport, немецкой сборки, любезно предоставленный мне моим дирижским центром Avilon Белая Дача. Имейте в виду, у нас один из самых больших шоурумов. Представлено более 40 автомобилей на одном этаже, поэтому можно даже одновременно посмотреть несколько вариантов комплектаций одного и того же автомобиля. Приезжайте, сделаем вам отличное предложение. Переходя к тест-драйву этого автомобиля, надо уделить внимание его комплектации, потому что, я не зря сказал, что это машина немецкой сборки, она отличается от Калининграда. Отличается в первую очередь кожным салоном. Это, наверное, такой небольшой, но все же плюсик для тех, кому не нравится комбинированный отдел калькантара ткань. Отличается колесными дисками. Здесь они 19-х против 18-х у калининградской машины. И отличается, к сожалению, отсутствием проекции на лобовое стекло. Калининградская машина этой опции выигрывает. Еще один маленький, но нюансе, который важен будет для нашего тест-драйва, даже два. Первый нюанс это то, что машина имеет стандартную подвеску без занижения, то есть не М-спорт подвеска. И второй момент то, что, к сожалению, пока что еще не успели машину переобуть, поэтому она будет на вот этих не самых красивых 17-х колесах с зимней резиной. Но, так или иначе, будущему покупателю 5-й серии BMW, я думаю, уж точно будет интересно, в том числе услышать, как машина поведет себя на таких колесах, насколько хорошо она будет управляться, насколько она будет комфортна, торможение и так далее. То есть это вполне реальные условия эксплуатации. И мой тест-драйв, собственно, такие задачи и преследует. Показать машину в режиме полноценного ежедневного использования. Ну и давайте покажем его интерьер, чтобы на этом сразу тоже поставить точку. Вот накожная отделка, черная кожа Дакоты с синей прострочкой, спортивные сидения с очень хорошей выраженной поддержкой зоны плеч, боковой поддержкой настраиваемой, коленной опоры выдвижной, М-руль знакомый, приборка у нас полностью цифровая, мультимедиа-система топовая НБТ Профессионал, климат двухзонный, доводчики, бесключевой доступ, музыка Харма. Ну то есть в целом вполне хорошая приятная комплектация. Давайте приступим. Начнем, как и всегда, с парковки. Оценим, насколько машина маневрена, поскольку здесь у нас стоит обычная рулевая рейка, без каких-либо сокращенных оборотов, без интегрального рулевого, то есть без подруляющих задних колес, но с сервотроником, то есть переменной усилия на руле в зависимости от скорости движения. Ну, как видите, такими обычными движениями руля практически ничего не происходит. То есть вот машина маневрирует очень лениво. Чтобы мне сделать какой-то нормальный маневр, мне приходится руль доворачивать, причем достаточно сильно, чуть увеличим скорость. Ну, уже лучше, но, опять же, вспоминая ту же трешку с адаптивным спортивным рулем, там намного меньше приходилось вращать рулем для того, чтобы добиться такого же эффекта. Здесь же полноценные какие-то маневры требуют от вас, ну, такой, достаточно активной рулежки. Ну, иначе машина все-таки больше настроена на комфортную езду. То есть здесь не стоит задачи сделать какой-то острый руль. Если вы включаете спортивный режим, у вас меняется, по сути, только усилие на руле, он становится тяжелее. Все, больше ничего не меняется. Теперь давайте посмотрим, как машина проезжает неровности, и, в частности, лежачие полицейские. Если кто не запомнил, напомню, здесь стоит стандартная подвеска, без занижения, без какого-то ужесточения. Скорость 20. Вообще отлично. Скорость 30. Неприятно слегка, потому что чувствуются тяжелые колеса, но все же 40. Такая же примерно история. 50. Перепрыгивает. В целом перепрыгивает неплохо, то есть нету, ну, какой-то явной жесткости. Если вдруг вы проморгали лежачие полицейские, вынуждены проехать его ходом, ничего капитально плохого не случится. И, в целом, комфорт ваших пассажиров тоже не пострадает. На малых скоростях, если проезжать медленно, то практически незаметно лежачий проходит. Попробуем на 60. Уже грубовато. Ну, то есть скорость 60, во всяком случае на вот этих 17-х колесах, с довольно высоким профилем, но при этом тяжелых. Мы прекрасно понимаем, что эти колеса нелегкие явно. Машина проходит, ну, так, нормально. Хуже, чем X5, но, на мой взгляд, чуточку лучше, чем трешка с адаптивной подвеской. Относительно самого руля я скажу еще такой момент в плане работы сервотроника. Во-первых, именно возвратные усилия, то есть реактивные усилия на руле здесь не стопроцентное. То есть не как было на гидравлических системах, там на какой-нибудь E60 хотя бы. То есть там руль все-таки возвращал свое исходное положение в четкий ноль. Намного легче, намного лучше. Здесь же приходится его немножко докручивать. К примеру, если кто-то ездил на мини-куперах, вот нынешних, в этом поколении, попробуйте ради интереса, вы отклоняетесь, там руль, допустим, на такой градус, и он сам достаточно четко возвращается просто ровно в ноль. Потому что там стоит аналог адаптивного спортивного руля, то есть короткая рейка, и плюс она довольно тяжелая и настроена на такую нулевую зону, очень четко, очень уверенно. В BMW она слегка смазана, от модели к модели, конечно, отличается, но в пятой серии она подсмазана, поэтому ощущение не прям спортивное. То есть нету той спортивной жесткости, которая, наверное, могла бы быть в пятой серии BMW. С другой стороны, поменялась парадима, поменялся в принципе рынок и требования рынка, и сейчас требует большего комфорта. А в этом плане пятерка реально одна из лучших, очень комфортная машина. Один круг по кольцу сделаем, посмотрим, как она его проходит. Опять же, с поправкой на 17-е колеса. Ну вот на такой скорости уже начинается снос. Конечно, я так скажу, стандартная подвеска и 17-й профиль – это не лучшие друзья в плане управляемости. Когда вы заходите в крутой поворот, ну такой именно скоростной и крутой поворот дуга, то, ну возможно, там владельцам Toyota и прочих автомобилей не привыкать именно таких с обычной подвеской, без явных акцентов на спорт. А вот владельцам BMW уж точно не понравится некоторая такая неуверенность захода в поворот. То есть машина начинает как-то плыть, резина начинает плыть, и создаются некомфортные ощущения. Я бы на зиму, конечно, 17-е колеса сюда точно не ставил. Я бы либо искал 19-ю резину, он просто на штатные диски, они красивые, более чем. То есть вопросов нет, и там достаточно профиля остается, чтобы в любую погоду, по любой дороге ехать уверенно, без боязни пробить колесо. Либо в крайнем случае поставил бы сюда 18-е. Но 18-е – это так скорее минимально допустимый размер для стандартной подвески. Будь хотя бы спортивная подвеска – еще другой вопрос. Включаем автохолд, отпускаем тормоз и ждем, ждем нашего сигнала стафора. Да, конечно, Рязанский проспект и все, что к нему прилегает – это тот еще полигон для испытания подвески. В Москве, наверное, есть пару таких участков. Это вот Рязанский проспект и шоссе энтузиастов, где дорога годами не ремонтируется. Точнее, вроде как постоянно идет какая-то видимость работы, а по факту она всегда настолько разбитая, что даже на комфортной подвеске едешь с опасениями. Но в целом надо отдать должное – подвеска в пятерке реально очень энергоемкая. Особенно, когда стоит на таких 17-х бубликах, как у нас сейчас. Но реально, у пятой серии подвеска, без шуток, одна из самых комфортных в этом классе. При этом оставляющая то знакомое нам ощущение спортивной езды, к которому мы привыкли с рулем BMW. Да, она более раскрябанная именно вот в таком исполнении. Стандартная подвеска, без каких-то наворотов. При каких-то относительно резких маневрах машину ощутимо болтает. Так как, наверное, не должно болтать, в принципе, BMW, но мы понимаем, что это именно причинное следствие стандартной подвески, без каких-то ужесточений. Она рассчитана на комфорт. Она рассчитана на то, чтобы на этой машине ездили, долго ездили и отдыхали за рулем, а не уставали. Если же вам нужна более активная езда, пожалуйста, для вас придумали спортивную подвеску, либо адаптивную подвеску, позволяющую менять жесткость посредством переключения режимов движения. Комфорт, спорт, адаптив. У пятерки очень хорошая курсовая устойчивость. То есть, если мы говорим про движение по дороге, разбитое, неразбитое, неважно, вы действительно можете придерживать руль буквально кончиками пальцев. То есть, ни при торможении интенсивном, ни при ускорении у вас он не норовит выпрыгнуть из рук. То есть, не происходит вот того, что, к примеру, свойственно автомобилям с переднеприводной платформой. Там, как правило, нажатие на газ приводит к тому, что руль начинает в руках скакать. То есть, постоянно пытается куда-то вырваться непонятно куда, правда. И меня, если честно, вот такое поведение просто раздражает. Я не люблю, когда машина не слушается руля. BMW, поскольку построена на заднеприводной платформе, практически все, я не беру в расчет X1, X2. Так вот, все, что имеет заднеприводную платформу, оно имеет те самые гены BMW. Когда у вас передние колеса, хоть они в полноприводной трансмиссии, хоть они и работают, крутятся и определенную нагрузку на себя принимают. Но они не вмешиваются в само руление. То есть, они не мешают вам. И автомобиль послушный. Он реагирует и поворачивает именно так, как вы от него требуете. И вот такая настройка позволяет ехать расслабленно, позволяет получать комфорт от передвижения, как спокойного, так и интенсивного. Потому что вы не напрягаетесь. Вы можете вот так слегка придерживать руль, ездить при этом активно, быстро и не бояться, что сейчас в колее машина возьмет и выпрыгнет из своего ряда в соседний. Интересное наблюдение относительно работы сервотроника. Я думаю, многие знают, что это такое. Это устройство, позволяющее менять усилие на руле в зависимости от скорости вашего движения. То есть, чем выше скорость, тем руль становится тяжелее. Но я, если честно, никогда не обращал внимания на то, когда именно этот сервотроник вступает в работу. Я думал, что это происходит как-то достаточно прогрессивно. А на пятой серии оказалось, что все не так уж и прогрессивно. Это возможно везде так, может я не замечал, но реально до 60 км в час руль один, после 60 он становится ощутимо тяжелее. То есть, такое ощущение, что усилитель практически полностью отключается и уже баранка наполняется таким заметным усилием. В целом, это приятно. Это позволяет на высоких скоростях чувствовать машину более уверенной, более надежной. То есть, ее меньше будет как-то носить по дороге. Да и в целом, у вас в руках более уверенное ощущение от вождения. Зато на малых скоростях вы можете передвигаться с высоким комфортом, не напрягаясь, там, крутя руль одним пальцем. Пожалуйста. Мне очень нравится эргономика рабочего места именно в пятерке. Не в тройке, не в семерке, не в каких-либо других моделях, а именно в пятерке под мой рост. 175 см, на мой взгляд, здесь лучшая эргономика. Потому что, с одной стороны, сиденья, они одновременно меня плотно держат, но при этом не навязчивают. То есть, у меня нет переизбытка боковой поддержки. И я понимаю, что даже более габаритный водитель или его пассажир будет себя чувствовать здесь комфортно. Второй момент – подлокотники. Они, во-первых, удобно расположены. То есть, я могу сидеть по локтям. То есть, когда у меня локти лежат на подлокотниках, и при этом я могу спокойно придерживать руль, не напрягаясь. Плюс еще здесь есть диапазон регулировки. Я могу его выдвинуть сильнее к себе, либо опустить еще ниже. Сейчас он поднят вверх. И сами подлокотники. Если мы сравним с тройкой G20, они здесь намного мягче. То есть, реально, подлокотники мягкие, приятные. И как-то вот рука не напрягается, когда ты на нее кладешь. Плюс подлокотник шире. Выемка – это больше. И внутри ощущение простора, ощущение дополнительного воздуха сильнее, нежели в трешке. Ну, это логично, потому что она уже. Но здесь это еще и чувствует, что все-таки пятерка, она шире третьей серии. Это заметно. Это не только на словах или на цифрах на бумаге. Это реально ощущения таковые. Приборная панель отличная, большая, информативная. Мультимедиа находится в целом, развернута ко мне, находится на таком адекватном расстоянии и высоте. То есть, не слишком низко, чтобы я отвлекался сильно от дороги. Но и не слишком высоко, чтобы перекрывать мне обзор вперед. Линия крыши комфортная, лобовое находится высоко, на меня не давит. В плане обзорности зеркала заднего вида, что боковые, что центральные, крупного размера, удобно расположены. Тоже никаких претензий нет. Стойки очень компактные. В целом, я думаю, что по меркам седана это действительно небольшие стойки. Они много места не съедают. Ну и педальный узел, то, как он расположен в BMW. Это, на мой взгляд, один из эталонов. У вас удобная площадка для покоя левой ноги. И у вас довольно грамотно расположены педали тормоза и газа. Газ напольный. И есть небольшая ступенька между газом и тормозом, чтобы вы всегда понимали, где у вас стоит нога. И вот этот момент перехода с газа на тормоз и с тормоза на газ. Чтобы он был для вас на таком, на подсознательном уровне ощутимо заметным. Чтобы вы не перепутали одну педаль с другой. Потому что, сами знаете, в Америке это реальная проблема. Да и не только в Америке, но как-то из Америки больше таких новостей приходит о том, что вот опять кто-то перепутал педали и, соответственно, поехал куда-то не туда. Этот момент тоже учтен. Ну и, конечно, самое главное, это рулевое колесо. Почему-то, чем больше обзоров, тест-драйвов я смотрю от именитых блогеров и от прочих обзорщиков, тем больше почему-то прилетает жалоб на М-руль, на новый М-руль. То есть, как будто бы старый М-руль был какой-то суперкрутой, а новый стал убогим. Не понимаете жалоб абсолютно, потому что старый М-руль, да, он был хороший, неплохой. Но относительно этого руля он был тоньше, а мне вот такой толстый обод в стиле М-ок настоящих, он мне намного больше нравится. Кожа такая же волкнапа, как и там хват, вот этот спортивный хват. Он здесь более ярко выраженный, там были такие небольшие горбики, здесь они больше. И вот мне такой хват нравится, тоже удобнее, он приятнее в руках лежит. Подушка безопасности во всех машинах с таким М-рулем зашита в кожу и форма ее тоже довольно симпатичная. То есть, она с отсылкой на классический М-руль, тот с круглой подушкой. Но при этом все-таки такой новой формы, слегка шестиугольной, восьмиугольной, то есть есть определенные грани, смотрится аккуратно. Вот эта каемка под алюминий, ну это само собой пластик, но и там был пластик под алюминий. Здесь она смотрится, на мой взгляд, уж явно не хуже. Клавиши, по сути, тоже ничего здесь не поменялось. Да, там прорезиненные вот эти крутилки барабана, остальное обычный пластик. Но при этом здесь все, вот эта вся нижняя часть зашита в кожу, в отличие от центральной спицы того прошлого М-руля, где она была просто пластиковая. И такой очень приятный на вид, в том числе и на ощупь шильдик М. Поэтому руль классный, мне очень нравится. Даже вот эти вертикальные швы, раньше они были именно поперечно ободу, здесь они идут вертикальные. Даже эти вертикальные швы, на мой взгляд, смотрятся интереснее. Поэтому вот этих жалоб относительно нового М-руля я абсолютно не разделяю. Можно было бы его, конечно, на более дорогих моделях сделать круче. Там на X5, к примеру, на той же пятерке, на восьмой серии. Да, его надо было, наверное, сделать как-то визуально отличительным от рулей на простых моделях, на той же, к примеру, трешке или X3. Но этого не сделали. Возможно, прислушаются еще к комментариям, к отзывам своих покупателей. И на будущее выделят внимание рулю намного больше. Очень нравится мне спортивный режим именно в 530-м бензине. За счет того, что надо тебе ускориться, ты нажимаешь газ, и машина едет довольно уверенно. Либо ты коробку переключаешь в спорт, вот так, движение на себя. И она получает дополнительный импульс к быстрой, активной езде. Но если тебе не нужна вот эта гонка, не нужна динамичная езда, то не обязательно сразу переключать в комфорт. Ты спокойно можешь продолжить движение в этом же спортивном режиме. И машина переключается на несколько передач вверх. То есть, в целом, вот эта спортивность, свой характер, она отодвигает подальше, позволяя тебе ехать расслабленно, абсолютно не напрягаясь, без какой-то дерготни, которая свойственна дизельным движкам. Потому что они в спорте прям под сброс газа, они начинают тормозить двигателем интенсивно. Здесь этого нет. Здесь машина даже в спортивном режиме едет расслабленно. Очень расслабленно, очень плавно. Просто катится тихо, никакого там зуда двигателя, никакой громкой его работы. То есть, едет очень уверенно и при этом комфортно. Надо ускориться, коробка в спорт, газ, пол и поехали. Вот вся та манера езды, с которой я сейчас еду, вот это и есть пятая серия. То есть, сейчас, как видите, я еду очень расслабленно. Нога у меня даже не на подножке, на площадке, а просто в согнутом положении, в расслабленном. Правая нога слегка поглаживает педаль газа, тоже особо не напрягаясь. И я придерживаю руль снизу абсолютно расслабленным. То есть, пятерка располагает именно к такому движению. Без напряга. При этом, как и обычно, если вам нужно, вы включаете спорт одной клавишей. И, пожалуйста. Отличное ускорение, хорошие тормоза. Им тормоза, они дают ощутимую разницу в торможении по отношению к стандартным. И даже, несмотря на вот эту 17-ю резину, которая размывает некоторые ощущения от динамики автомобиля, все равно машина едет прилично и тормозит она тоже прилично. И в спортивном режиме, за счет того, что руль наполняется тяжестью, он добавляет вам некоторой уверенности в маневрах. Хотя, повторюсь, мне не хватает здесь интегралки. Мне не хватает хотя бы адаптивного спортивного руля. Но у пятерки такой опции нет. Есть только интегралка, включая подрулющие задние колеса. Вот мне этого здесь не хватает, чтобы я мог уверенно и легко маневрировать в потоке. Потому что машина располагает в такой легкой, непринужденной, но быстрой езде. А рулевая рейка, на мой взгляд, здесь не дорабатывает. Периодически в том же Инстаграме, на Ютубе, мне задают вопрос, какую машину я бы посоветовал выбрать, пятую серию или третью серию, какую модификацию. Или там X3, допустим. Я вам честно скажу, мне очень сложно вам что-то порекомендовать, потому что нет плохой и хорошей машины среди этих автомобилей, да и в целом среди BMW. Это звучит, конечно, смешно из моих уст, как продавца и как фаната марки. Ну, реально факт. BMW сейчас делают отличные автомобили, среди которых нету плохих машин. Даже если вам не нравится двойка Active Tour, это не означает, что она плохая, а по факту реально очень классная машина. В российских условиях мне лично она бы не подходила, но, к примеру, если бы я жил там в Европе, и были бы постоянные проблемы с парковочными местами, и нужна была бы относительно недорогая машина, я бы вполне, может быть, и купил такой автомобиль. Но это ладно, отошли далеко от темы. В выборе третья серия, пятая серия, X3, там, тройка GT, всегда должны быть какие-то ключевые аспекты выбора. То есть вы должны понимать, для чего вам эта машина. Если вам нужен солидный автомобиль, да, если по работе, может быть, надо как-то показать свой статус, свой уровень, может быть, просто вы хотите ездить на таком более солидном автомобиле, то, конечно, выбор за пятой серией. Помимо внешнего вида, помимо цифры 5 и, можно сказать, легендарности этой модели, то есть тех фактов, которые и так неоспоримы при покупке любой пятерки, вы уже автоматом получаете все эти плюсы даже, если это будет самая дешевая базовая пятерка. Помимо всего этого, вы реально получаете те удобства бизнес-класса, которые присущи автомобилям конкурентов, и в том числе пятерки. То есть это высокий уровень комфорта, это отлично сбалансировано настроенное шасси. И, несмотря какой бы вы машину ни брали, все равно она будет управляться вполне хорошо, уверенно и прогнозируемо даже в экстремальных ситуациях. Вы получаете классную коробку 8-ступенчатой ZF, одной из лучших в этом классе. Получаете отличные 2-литровые, в том числе, движки, что бензиновый B48, классный беспробленный двигатель, который, поверьте, 150-200 тысяч отходит вообще без вопросов к себе. Либо B47, 2-литровый дизельный, уж точно, которому вопросов и нареканий нет. Он перенял все лучше от предыдущей модификации от N47, но при этом избавился от его проблем, особенно связанных с цепным механизмом. Отличная динамика, расход топлива и так далее и тому подобное, присущие обоим этим двигателям. Ну уж не говорю про более мощные версии. Подвеска, отмена настроенная, энергоемкая, при этом комфортная, при этом рулится классно. Рулевое управление здесь стало лучше, чем на пятерке F10. Там мне он не нравился, там руль был совсем каким-то ватным, размазанным, и можно было повернуть руль там, не знаю, на несколько градусов в сторону, и он так и остался в этом положении, не возвращаясь в нулевое. Здесь хотя бы стало в этом плане лучше, и машина стала слушаться лучше, плюс она легче, чем F10. Внутренний простор в пятерке относительно тройки, конечно, ощущается машина шире, там потолок чуть выше. В целом, в любых направлениях, в любых векторах вы замечаете то, что здесь автомобиль крупнее, и даже большая колесная база, она сказывается на поведении автомобиля на дороге, как она проезжает неровности, там волны, к примеру. Это все заметно, поэтому пятерка – это выбор, кому нужен, во-первых, статус, внешний вид, кому нужен статус в плане езды, то есть машина едет солидно, это реально про пятую серию, она едет очень солидно и уверенно. Это люди, которым в целом нужен универсальный, комфортный автомобиль, как для города, так и для дальних поездок. И в том числе это люди, которым не сильно важен дорожный просвет. То есть если у вас нет проблемы с парковочными местами, либо наоборот, они и есть эти проблемы, но припарковаться как-то на бордюре нет возможности, то вам и не нужен дорожный просвет. То есть вам достаточно иметь обычный седан, а в остальном в Москве отлично все чистят, да и другие регионы, я думаю, что сильно не страдают. Поэтому на полном приводе пятерка – это классный выбор. Если же вам все-таки нужен дорожный просвет, то это уже первая причина выбрать X3. Просвет, габариты X3 короче, при том, что по внутреннему пространству он будет чуть выше, шире и длиннее по салону за счет более вертикальной посадки, внешний габарит у этой машины меньше. Поэтому припарковаться проще, маневрировать проще. По комфорту передвижения разницы практически между ними нет. Пятерка и X3 едут очень похоже. И подвеска отрабатывает неровности в X3. Отличные шумоизоляции там приличные, особенно учитывая двойные стекла. И набор опций плюс цена в целом у них всегда на одном уровне. То есть пятерка равно X3 в отношении того, что вы получаете за одну и ту же сумму денег. Еще одна причина выбрать X3, конечно, багажник. Перевести детское кресло, что-то более габаритное, либо просто, если вы понимаете, что у вас нередко будет нужен такой большой полезный объем багажника, ну, в этом плане, конечно, X3 однозначно обыгрывает пятерку. Это причина купить X3. И по рулежке, как уже сказал, не уступает, по комфорту не уступает, по многим параметрам они реально на уровне. Разве что по динамике уступает за счет большей массы своей. Ну и третья серия. Тройку выберут, как я уже, в принципе, говорил, холостяки, либо те, кто пока что еще, можно сказать, молод в душе, потому что те люди, которые уже немножко подустали от автомобиля, подустали от, в принципе, от езды за рулем, им больше подходит пятерка. Им нужен комфорт, им надо расслабляться в дороге и меньше напрягаться, как-то отдыхать от работы по пути домой, отдыхать от каких-то, не знаю, своих проблем и так далее. То есть их не волнуют гонки. Третья серия для тех, кого волнуют гонки. То есть кому хочется как-то поактивничать, резко поездить, резко поманеврировать, в поворот зайти на высокой скорости, ускориться с места побыстрее, покрасоваться, просто даже покрасоваться. На тройку, согласитесь, очень красивая машина получилась. Реально, внешность третьей серии просто сногсшибательная. Я сейчас несколько троек уже новых выдал. Абсолютно любая из них смотрится просто превосходно. Лазерная оптика, крутые фонари. С любого ракурса всегда найдется 3-5 элементов дизайна, за которые цепляется глаз, запоминающихся. Поэтому эта машина не устареет в плане своей внешности еще лет 5, а то и 7 до конца своего выпуска. В целом, как и тройка F30. Она, согласитесь, тоже довольно красивая. Ну, а интерьер там отдельная песня. Но трешка внутри вся заметно плотнее, заметно жестче. Именно по отделке интерьера. Не в плане жестче, что там дубовый пластик какой-то плохой. Нет, в плане того, что, к примеру, вот здесь ты нажимаешь пальцем, и реакции пластмассы, реакции материала, они более мягкие. То есть они податливее на ощупь. В тройке они тоже мягкие, но такой податливости, как здесь. Этого нет. Нет, подлокотники плотнее, сиденья плотнее. Нету прям такой чрезмерной мягкости. Усилие на руле там выше. Руль реально тяжелее даже в комфортном режиме. Реакция педали газа, реакция нажатия тормоза там тоже отличается. То есть машина едет совсем по-другому. Не так, как вы могли, к примеру, привыкнуть в той же пятерке. И вот это выделяет трешку. То есть реально машина холостяка, машина одиночек, или там просто людей, которые пока что не обременены какими-то своими проблемами, чтобы, покупая машину, в первую очередь думать не о езде, а о том, как бы отдохнуть за рулем. Вот это реально про треть серию. Автомобиль настолько комфортный, что даже когда вы остановились, и она заглушила двигатель, вот в режиме ECO PRO, видите, он показывает 1 минута 10 секунд. То есть это время, в течение которого у нас двигатель выключен. То вот момент, когда он включается, я реально его не чувствую. Здесь бензиновый двигатель, он настолько мягкий и плавный, плюс настолько здесь хорошая шумоизоляция, что я его не слышу, что реально момент включения двигателя просто не заметен. Особенно если вы допустите легкую заминку на старте, когда вот только трогаетесь, то есть не сразу нажмите на газ, а просто приотпустите тормоз. Вы просто не ощущаете, как у вас заводится двигатель. Мне очень нравится то, как они настроили старт-стоп именно в пятой серии, потому что не во всех моделях это так. Вот смотрите. Заглохло. Вот напишет READY. И пошел отсчет. Я отпустил газ вообще без вибраций, без каких-то звуков, просто мягко поехал вперед. Такое ощущение, что я еду на электромобиле. Никаких вибраций на руле, никаких вибраций на педали тормоза. В принципе, салон не вибрирует, никаких звуков посторонних. Такое ощущение, что здесь под капотом стоит рядная шестерка. Настолько хорошо они сбалансировано настроили этот движок, уравновесили его, что четырехцилиндровая проблема. Как правило, четыре цилиндра, они достаточно такие шаткие, то есть они дают определенную вибрацию, нагрузку на кузов. Здесь эта нагрузка сведена просто в ноль. Машина работает реально так, как будто под капотом та самая традиционная классическая рядная шестерка. Один из самых ровновешенных двигателей, которые только могут быть по своей компоновке. Но нет, здесь четыре цилиндра. Это еще одна причина выбрать бензиновый двигатель. Интерьер пятерки, когда она только появилась, в целом был принят очень тепло. То есть это, с одной стороны, знакомая архитектура интерьера, то есть плюс-минус мы уже привыкли к такому дизайну. Здесь приборы круглые, здесь торчащий экран мультимедиа, ниже блок климата аудио-системы, здесь коробка передач. Ну, то есть все на своих местах. Но при этом штрихи, при этом более аккуратный дизайн. Она стала чуть тоньше торпеда, появились вот эти линии красивые с подсветкой, новая графика приборов мультимедиа. Они, конечно, его освежили и в целом убили двух зайцев. То есть сохранили традиционные очертания и сохранили то, к чему привыкли уже нынешние владельцы BMW, чтобы им не пришлось переучиваться или там, чтобы они не отвернулись от резких каких-то изменений. Но при этом привлекли новых покупателей, которым не хватало некоторого такого лоска, некоторого шарма в интерьере той же старой пятерки F10. И в целом, я могу так сказать, мне салон пятерки нравится. Сейчас он, конечно, подустарел. Если мы говорим про сравнение с тройкой, с пятым, восьмеркой, с седьмым, рестайлинговой семеркой, рестайлинговой семеркой в последнюю очередь, потому что там не сильные изменения. Но так или иначе, если мы говорим про новую линейку моделей BMW, то, конечно, очевидно, что здесь старого типа приборы, они уже немножко... Они классные, они смотрятся отлично, им удобно пользоваться. И многие, наверное, с удовольствием даже доплатили бы, чтобы можно было в трешку или в X5 поставить такие приборы, но забудьте. Вот это уже прошлое, это уже история, будут новые. Так вот, на фоне этих новых, конечно, здесь такие приборы смотрятся немного подустаревшими, уже поднадоевшими. И мультимедиа система простовата, да, там шесть блоков каких-то без явных изысков. И та же мультимедиа новых Мерседесов тоже смотрится свежее. Банально свежее, я не говорю лучше, удобнее и так далее. Она просто привлекает к себе внимание, поскольку ты увидел что-то новое, то, чего ты ранее не видел, тебе заново надо к этому привыкать. И есть определенная категория покупателей, которые любят вот такую постоянную новизну, когда что-то меняется и не стоит на месте. Новая мультимедиа в X5, там в целом хороший шаг вперед. Новая идеология, очень удобная и при этом довольно простая. Кто ее ругает, просто, видимо, еще не поняли, не попользуюсь. Она реально проще даже, чем, наверное, здесь. И при этом нагляднее. Вот здесь не хватает действительно новых приборов и новой мультимедиа. Более того, здесь не хватает новой архитектуры. Объясню, о чем я говорю. Если вы посмотрите X5 и 3, ну, то есть вот эти все новые модели, в чем там главная суть? Что там основное изменилось? Дело не столько в графике, приборов и мультимедии, сколько в расположении этих органов управления. Поскольку у нас, вот посмотрите, приборы и мультимедиа, они находятся на разном уровне. У меня экран мультимедиа чуть дальше, он стоит выше. А по новой идеологии они теперь должны быть на одной линии. То есть приборная панель должна переходить в дисплей мультимедиа системой. И кроме того, что это визуально воспринимается приятнее глазу однозначно, это еще и функционально удобнее, потому что когда у вас экран переезжает сюда ближе, он становится реально ближе к вам. То есть он занимает место дефлекторов обдува. И тянуться к нему уже не нужно. То есть, в принципе, до экрана можно дотянуться, не отрывая там спины от сидения. Здесь же, вот в старом образце, я сейчас, чтобы дотянуться до экрана, вынужден пододвинуться немного вперед, потому что он реально находится дальше от меня. То есть эта архитектура изначально не была в полной мере рассчитана на сенсорное управление. Здесь вот джойстик iDrive, пожалуйста, пользуйтесь. Новая архитектура, она уже создана с учетом сенсорного управления, с учетом вот такой новой парадигмы. И мне тот вариант, конечно, нравится больше. Относительно же блока климата и аудиосистемы, ну, честно скажу, я изначально ругал климат X5 и, в принципе, трешки, а по факту, вот сейчас, спустя некоторое время, поездив еще на этих автомобилях, могу так сказать, что ругать там нечего. Ты поставил температуру, нажал авто и забыл про климат, а то, что он узенький, маленький и там без каких-то сверх изысков, это только плюс. Занимает меньше места, смотрится более лаконично и красиво и как раз таки позволяет вот эту новую архитектуру реализовать с приближенным экраном мультимедиа системы. А это, это, собственно, и есть самое важное изменение, которое, наверное, произошло. Про функционал приборной панели я рассказал отдельным видео, достаточно подробным, но в двух словах хотелось бы показать некоторые интересные фишки, а в частности, то, как отображается навигация, подсказки навигации. Автомобиль построил маршрут 8 километров по дороге. И выводится вот такая небольшая подсказка с тем, когда и куда мне нужно повернуть. По мере приближения к нужной мне отворотке вместо тахометра, вот, точнее, не вместо, а в его нижней части появилась такая более наглядная картинка с демонстрацией того, куда и как мне надо будет повернуть. Вот через 2-3 километра надо уйти вправо на Волгоградский проспект. В нижней части появились подсказки, с какой полосы мне надо повернуть. Ради интереса поставим спорт режим. В спорт режиме картинка стала еще более наглядной и более красочной. В эко она все-таки не выводится целиком, потому что там показания, как бы важные показания экономайзера, а в спорте и в комфорте вместо тахометра у вас целиком вот такая очень удобная наглядная подсказка. Для покупателей 5-й серии, особенно для тех, кто всерьез задумывается, что же ему выбрать, 530-й бензин или 520-й дизель или 530-й дизель, я думаю, будет полезно понять разницу этого движка вот, собственно, двух дизельных модификаций, потому что основное, что сейчас у нас предлагается на российском рынке, это калининградские пятерки 20D, 30I и 30D. Это вот как бы самые главные движки. Есть еще 20I, его в расчет не берем, потому что он совсем дохленький и идет только в самых базовых комплектациях, там, бизнес. Вот, поэтому это такой чисто условный доступный вариант 5-й серии. А вот остальные движки, они так или иначе основной костяк продаж именно пятерки. И вот хочу объяснить, в чем же позиционирование 530-го бензина, для кого этот мотор. Ну, во-первых, если мы говорим про динамику, в комфортном режиме ее здесь немного. То есть, когда в комфорте, вам нужно как-то маломальски ускориться, а уж тем более, если вам нужно сделать какой-то резкий маневр, резкое ускорение, движение вперед, это дается движку не так уж и просто, потому что на малых оборотах у него достаточно тяги и крутящего момента просто нет. Поэтому динамика довольно плавная. Если мы говорим про комфортное движение, она реально очень плавная, смазанная. чтобы ускориться как следует, вам нужно нажать газ в пол. Чуть ли не до кикдауна или в принципе до кикдауна. Тогда, да, машина получает приличный импульс. И в этом режиме вы в целом осознаете, что да, здесь под капотом 249 сил, здесь заявленная динамика до сотни 6 секунд. Но в комфортном режиме этих 6 секунд не чувствуешь. И 249 сил тоже не чувствуешь, потому что нету достаточного крутящего момента. В этом плане двухлитровый дизель однозначно победитель. Про 3 литра не говорю. Там и так все понятно. Если вы включаете спорт режим, да, тогда ситуация меняется. Тогда автомобиль преображается. За счет пониженной передачи повышенных оборотов он становится более податливым и более эластичным, позволяя вам совершать какие-то маневры резкие намного увереннее, намного быстрее сопоставим с дизельным двигателем. И здесь я могу так сказать, это и плюс, и минус. Вот такая разносторонность этого двигателя это с одной стороны плюс в том плане, что он более универсальный. Хотите мягко, комфортно, без рывков катиться, у вас есть комфортный режим, вот как сейчас. Хотите поактивничать, пожалуйста, включайте спорт, коробку переводить в спорт, получайте самый такой боевой по меркам этого движка вариант, и она однозначно будет шустрее и приятнее ехать, чем 2 литра дизель. У дизельного двигателя в этом плане его же плюс и минус в его крутящем моменте. 400 ньютонов это очень приличный крутящий, позволяющий иметь этому автомобилю динамику даже в эко-про режиме довольно приличную. То есть, вы нажимаете газ и за счет крутящего, за счет того, что он доступен с малых оборотов, машина даже в эко-про подрывается вперед очень неплохо, уж тем более в комфорте, и уж молчу, про спорт режим. Но минусы, то, что с ростом оборотов динамика ухудшается. Если у бензина она прогрессивна в высоте оборотов, у вас и автомобиль едет быстрее, то у дизеля наоборот. Сначала он подрывается резко вперед, потом его динамика начинает подскисать, ему уже не хватает вот этой мощности, именно лошадиных сил ему не хватает, чтобы тянуть машину дальше вперед, продолжать вот это вот интенсивное ускорение. Этого нет у дизельной версии и здесь спасает бензин. К примеру, в трассовых режимах либо на скоростях после 60-80, конечно, 249 сил пойдут намного увереннее, намного интереснее, чем 190 сил 2 литра дизель. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы. Надо просто осознать для себя, что вам важнее. Я прихожу к выводу, вот лично я, что между 2 литрами дизеля и 2 литрами бензина 249 сил я бы выбрал бензин. Он мне привычный, он мне понятнее, он приятный, мягкий, плавный, но в случае чего всегда может вполне прилично ускориться и дать мне ту нужную, изредка, но все-таки нужную динамику. Если бы я мог доплатить за 3-х литровый дизель, не раздумывая, это бы сделал и взял 3 литра дизель. Я думаю, что многих волнует, что же это за двигатель, насколько он надежный, насколько он тяговитый, подходит ли он 5-й серии и вообще есть ли смысл рассматривать 530-й бензин или уж там если берешь 2 литра, то надо брать 520-й дизель или доплатить за 530-й дизель. Вот 530-й бензин, могу так сказать, он имеет право на жизнь. Здесь это не просто альтернатива дизельному движку, это действительно промежуточный шаг между 520-м дизелем и 530-м дизелем. Какие плюсы он дает? Ну, во-первых, динамика 6 секунд до сотни. В целом, она вполне реалистична. Я могу сказать так, что машина едет на свои заявленные цифры. не могу сказать, что она сильно динамичная, поскольку все-таки автомобиль довольно тяжелый, но при этом 6 секунд она вывозит и в целом она едет неплохо даже в спортивном режиме движения, хотя ощущается, что масса ее немного тянет назад и надо движку дать раскрутиться, дать поднять обороты, чтобы он вас потащил хорошенечко вперед. Либо надо, соответственно, подбадривать машину включением спорт режима коробки, спорт режима движения, тогда она держит повышенные обороты и куда резче, куда лучше реагирует на нажатие газа. Позволяет даже как-то вот поактивничать, подергаться, как это в принципе происходит с дизельными машинами. Вот, но при этом, при всем она однозначно комфортная, она тише любого дизельного движка, она более неприхотливая, потому что сюда можно лить теоретически даже 92-й. То есть открываете лючок бензобака, там так и написано от 91-го до 98-го. Если вы будете заливать 92-й, ну мало ли, вы куда-то в регионы выбрали настолько далекие, что там нет нормального топлива, пожалуйста, не проблема. Я лично ездил на автомобиле бензиновом БМВ в Армению, где топлива вообще хорошего нет. Там 95-98 можно забыть, что бы там ни было написано, это в лучшем случае 92-й, еще не факт, что это хороший 92-й. И я отъездил порядка 200-300 километров по Армении на местном вот этом как бы 91-м 92-м топливе. И никаких проблем, машина нормально заводилась, машина нормально ездила, ускорялась. То есть действительно двигатель адаптирован под не самое хорошее топливо. Это в том числе адаптация под российские условия эксплуатации. и в крайнем случае позволяет вот так вот не сэкономить, а скорее дотянуть до какой-то адекватной нормальной заправки без боязни встать где-нибудь на дороге просто из-за того, что вы залили не то топливо. Сейчас это немаловажно. К сожалению, цены растут на бензин, а качество по ощущениям совсем не растет. Поэтому такая неприхотливость в современные дни, я думаю, что покупателями будет оценена в полную меру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как вам работа фар? Адаптивная оптика здесь, как я уже говорил, нереально крутая. Никаких лазерных фар у 5-й серии G30 не бывает, поэтому это либо просто светодиоды обычные, статичные, с линзами, либо адаптивные светодиоды, как здесь, они тоже с линзами, но там верхние блоки линзованы, это для ближнего света, нижние блоки без линз, это у нас рефлекторный дальний свет. И я думаю, вы сами убедились, что в плане освещения вопросов нет, очень круто, работают пучки, перенаправляет, постоянно двигает вправо, влево, сама переключается с ближнего, она дальний, либо полностью выключает дальний, либо частично подсвечивает в повороты, все знаки освещает, определенные, чтобы было видно, то есть оптика работает очень круто. Если сравнивать ее с лазерными фарами в тройке G20, честно, я не могу сказать, какие из них мне понравились больше, мне показалось, что в плане именно адаптивности, вот такой, постоянной, вот во время движения, фары в пятерке, по-моему, работали лучше, но это субъективное мнение. С точки зрения дальнего света, работы дальнего света, наоборот, в тройке мне понравились фары больше, потому что там, может быть, вы помните видео, да, там, когда я даже сильно поворачивал руль вправо-влево, вот этот пучок света, то, что она высекала автомобиль попутный из основного пучка света, а по бокам освещала дальним, вот это боковое освещение, оно все равно бегало вправо-влево, то есть оно было постоянным, не было такого, что оно то выключалось, то включалось. В пятерке, во всяком случае, вот в текущем моменте, когда я это все снимал, какие-то более сильные повороты руля приводили к тому, что она просто выключала дальний свет, либо какие-то дорожные ситуации тоже просто приводили к тому, что она выключала дальний свет, и меньшее время вы имели вот какую-то дополнительную подсветку. Возможно, это просто совпадение, и там, в тройке мне так показалось, в пятерке мне вот так показалось, я не отрицаю. Но вот видео есть, можете сами посмотреть, оценить, прикинуть. И те, и те фары работают круто. Когда в рестайлинговой пятерке добавят лазерные фары, я уверен, это сделают, но тогда и вовсе. Держитесь, это будет действительно очень крутая оптика, полностью оправдывающая те деньги, которые за нее просят. Покажу немаловажный повседневный эксплуатации аспект, это работа камеры заднего вида. Насколько здесь хорошая графика, особенно в темное время. По мере приближения к препятствию у меня появляются такие вертикальные грани, выделяющие, собственно, объект препятствия, которые я должен иметь в виду, если вдруг я по какой-то причине его не заметил. И чем ближе я к этому препятствию, тем меняется раскраска его там, с зеленого на оранжевый и затем на красный. Все, и по камере заднего вида, и по парктроникам я понимаю, что я уже стою максимально плотно к этому препятствию. Если выйти сейчас в реальность и подойти, там все равно будет, наверное, 5-10 сантиметров до этого объекта. Но благодаря камере заднего вида вот мы можем настолько плотно встать. Предлагаю провести эксперимент и посмотреть, как быстро заряжает беспроводная зарядка 10-й iPhone. Для этого давайте сделаем, поставим небольшой таймер. Ну, пусть это будет 5 минут. 5 минут, я думаю, что будет достаточно. Посмотрим, какой у нас сейчас заряд. 25%. У меня включен Wi-Fi, Bluetooth. Отключать не буду, потому что камера подключена. Сейчас 25% и включаем на 5 минут. Таймер ставим на зарядку. Подходит к концу 5-минутка отведенная на беспроводную зарядку телефона. И сейчас мы посмотрим, насколько же он зарядился за эти 5 минут через беспроводную зарядку. Стоит ли это опция своих денег? Берем и смотрим. 28%. Справедливости ради надо сказать, что у нас был включен Wi-Fi, Bluetooth и горел экран. Но, блин, 3% за 5 минут. Это означает, что для полной зарядки телефона мне потребуется... Да. Мне потребуется 150 минут. Это 2,5 часа. Это очень много. Довольно часто будущие покупатели BMW просят меня сориентировать их по расходу топлива того или иного движка. Дизельного, бензинового. Поскольку у нас на тесте 530-й бензин, 4 цилиндра, 2 литра, турбированный на 249 сил, я предлагаю сейчас попробовать провести такой небольшой, но эксперимент. Посмотреть, какой расход топлива у этого движка в двух скоростных режимах. Один это будет... Вот сейчас мы едем по МКАДу 120 км в час. Посмотрим, при стабильной скорости движения 120, какой средний расход покажет нам борт-компьютер. Хотя бы даже на небольшом участке замера. И потом попробуем еще на скорости 90 км в час. Это та скорость, которую рекомендует нам режим ЭКО ПРО. То есть на этой скорости достигается максимальная экономия топлива. Предлагаю сначала с 90 км в час попробовать. Вот я поставил лимит на 90. Выше этой скорости у меня машина сейчас ускоряться не будет. То есть четко 90 км в час. И делаем сброс. Я думаю, что вам прекрасно видно цифру в районе 4,2 литра. Плюс-минус подъем или спуск он, конечно, даст какой-то разброс. И даже если мы сейчас чуть подольше поедем, она немного возрастет. Но суть, я думаю, ясна. То есть этот двигатель бензиновый, это не дизель. Бензиновый двигатель, учитывая восьмиступенчатую коробку передач, позволяет вам ехать с расходом топлива в 4,5 литра. Давайте сделаем чуть нагляднее. Я включу комфортный режим движения. Вот комфорт. В комфорте нам виден тахометр. То есть мы видим обороты, с которыми наш автомобиль сейчас едет. То есть на скорости 90 км в час он поддерживает в районе 1250-1300 оборотов за счет восьмиступенчатой коробки. И мы имеем расход 4,4 литра. А теперь можно посчитать, насколько нам хватит полного бака топлива 5-й серии. Бак в районе 60 литров, если мне память не изменяет. Даже если мы 60 поделим пусть будет на 5 литров, мы уже имеем 1200 км запаса хода на бензиновой машине. Но правда для этого вам надо поддерживать скорость 90 км в час, что не является комфортной скоростью. Ну и давайте посмотрим, какой будет средний расход на стабильной скорости 120 км в час. 5,7, 5,6. Вот ровная поверхность 5,6 он пишет. Сейчас начнется уклон вниз, расход еще больше упадет, но грубо 5,6, будет даже 6 литров на скорости 120 км в час. То есть у нас на скорости 120 км в час автомобиль потребляет 6 литров топлива, даже 5,5. Это действительно очень круто. И опять-таки это сопоставимо с дизелем. То есть если вы ездить на этой машине много и нередко будете ездить в какие-то дальние поездки, поверьте, вы не будете сильно горевать, что взяли именно бензиновую версию, а не дизельную. Потому что расход топлива более чем адекватный. 6 литров на сотню это красивая цифра. У меня моя машина кушает больше. При том, что лошадиных сил там меньше. И мне обидно. Итак, подводя итог данному тест-драйву, хочу обратить внимание на главные, наверное, плюсы и главные минусы покупки 530-го бензина в комплектации М-Спорт. Очевидно, надо начать, наверное, с минусов. Из минусов это недостаток крутящего момента на низких оборотах, за счет чего движение в комфортном режиме в целом вполне комфортно, но при этом такого именно дизельного запаса тяги, запаса момента не хватает. Это логично, это все-таки бензиновая машина. также из минусов, на мой взгляд, я бы, наверное, отметил спортивные сиденья на фоне комфортных, все в целом хорошо, но не достает поясничной подпорки, то есть в долгих поездках спина начинает немного науставать и добавили бы эту опцию относительно копеечную в стандартное оснащение спортивных сидений, вопросов тогда бы не было, хотя комфортные все равно, очевидно, лучше. Ну и, наверное, из минусов все-таки, я бы, наверное, в минус это зачел, это стандартная подвеска. Правильно, что в калининградской машине идет спортподвеска, потому что действительно это, на мой взгляд, оптимальное сочетание за счет уменьшенного на сантиметр дорожного просвета эта подвеска себя ведет намного адекватней, намного лучше держит автомобиль в поворотах, его меньше переставляет, но при этом потеря в комфорте незначительная, то есть ее там практически нету, поэтому если вы выбираете между стандартной либо спортивной подвеской, на мой взгляд, надо брать спортивную подвеску. Стандартная она слишком расхлябанная, еще если ставить такую вот 17-ю зиму, как здесь, то вообще автомобиль в крутых поворотах затяжных превращается в холодец, что мне, конечно, не очень нравится за рулем BMW. Вот, но в остальном, в остальном одни плюсы, однозначно большой плюс это комфорт передвижения в плане того, что двигатель очень мягкий и очень тихий, то есть реально ненапряжно двигаешься на бензиновой пятерочке, комфортно катишься и она доставляет уйму удовольствия от вот такого комфортного передвижения, при этом всегда при необходимости достаточно нажать посильнее газ и автомобиль устремляется вперед, если же включить заранее спорт режим, то в целом уже можно работать на упреждение, работать очень активно и спокойно выходить на какие-то затяжные крутые обгоны. то есть в этом плане бензиновый движок конечно имеет преимущество, но и неприхотливость к качеству топлива, что немаловажно бывает для наших регионов, потому что не везде есть хороший дизель, а в плане бензина наши движки переваривают его без каких-либо проблем. ну и плюсы это оснащение все-таки у 530 бензина комплектация довольно приличная, очень близкая к 530 дизелю и существенная разница от 520 дизеля м-спорт, хотя разница в цене не такая большая, не такая ощутимая, поэтому доплата за 530 бензин на мой взгляд более чем обоснована и вы получаете за эти грубо там 3,5 миллиона до 3,5 миллионов автомобиль, который с одной стороны весьма экономичный, кстати, можем подвести итог замера расхода топлива, у нас за 305 километров пробега со средней скоростью 37,4 километра в час расход 10,1 все в принципе как и в своих презентациях и говорю, этот движок 2-х литровый 249 сил более чем экономичный, даже при весьма активной манере езды спорт-режимы ускорения резкие с учетом смешанного цикла город, трасса там мкад пробки и так далее получается расход 10 это кстати машина еще толком не обкатана поэтому эти цифры могли еще упасть ну допустим будем реалистами вы больше будете стоять в пробках больше будете ездить в режиме спорт нежели я и меньше двигаться по тому же мкаду пусть будет 11 пусть будет 12 литров но вот пожалуйста прямой прямой доказательства тому что автомобиль более чем экономичный ну и я показывал на скорости 90 расход в районе 4,5 литров цифры просто нереальные очень крутой расход топлива сопостоимый с дизельными движками на скорости 120 расход менее 6 литров в этом плане я думаю все те слова которые я ранее говорил вот пожалуйста я их подтвердил делом машина реально экономичная поэтому если вы переживаете насчет расхода топлива если у вас какие-то друзья которые якобы имеют опыт а по факту даже не знакомы с автомобилями бмв уверяют в том что эта машина будет кушать по 15 16 20 литров я думаю что ответ очевиден ничего подобного ну и при всем приятом пятерка это бизнес класс то есть за рулем этого автомобиля ты ощущаешь все те прелести бизнес классов которые знакомы нам и по другим моделям то есть это комфорт это плавная подвеска это удобный вместительный салон комфортный не только для водителя но и для его пассажиров это в целом приличный багажник хороший дорожный просвет отличное оснащение это действительно бизнес класс то есть то что вы хотите получить от бизнес класса покупая пятую серию в этом автомобиле вы получаете поэтому моя рекомендация в районе 3,5 миллионов это действительно один из лучших выборов на сегодняшний день включая конкурентную среду которая на мой взгляд очень сильно ослабла хотя объективно говоря у Е класса на фоне пятерки интереснее действительно интереснее смотрится салон я не говорю что он лучше я не говорю что он эргономичнее я не говорю что он качественнее но смотрится он визуально интереснее и богаче это факт А если, к примеру, говорим про Audi A6, тоже, несомненно, плюсы. Вот увидел вчера перед нашим автосалоном на Волгоградском проспекте, ставил новая A6. Ну, это первая, наверное, Audi A6, которая смотрится спортивно. Смотрится действительно очень интересно, вызывая какие-то эмоции, а не просто вот очередная машина, очередная какая-то капсула без определенного дизайна. Нет, новая A6 очень крутая внешне. Интерьер сильно на любителя. Вот абсолютно не моя история. Там слишком техно, слишком много техно, слишком много сенсорных экранов и того, что, на мой взгляд, пока что не должно быть в автомобилях. Все-таки пользоваться этими сенсорами не так-то и приятно. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на мой канал SatorReview, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм-канал SatorPrice, SatorBest. Спасибо всем за просмотр и пока!